850 миллионов рублей задолжали жители Северодвинска и Архангельска с бытовой компанией ТГК-2. Причем основные неплатежи 690 миллионов наблюдается со стороны архангелогородцев. Отсутствие средств негативным образом скажется на подготовке предприятия к следующему отопительному сезону, предупреждают энергетики. Работа с задолженностью начинается сразу с долга за первый месяц просрочки. В этом случае мы начинаем автодозвон гражданам направлять, в квитанциях указывается задолженность. За второй месяц начинаем выставлять претензии гражданину, ну и уже в третьем месяце подаем заявление в мировые суды. В Архангельске проходит 33-я сессия областного собрания депутатов. Среди основных вопросов поправки в бюджет, корректировка программы капитального ремонта и грядущая детская оздоровительная кампания. Этим летом в лагерях на территории региона и за его пределами отдохнут более 50 тысяч ребят. Народные избранники проголосовали за усиление государственного и общественного контроля за безопасностью детей. Мы уже точно знаем, что у нас несколько палаточных лагерей не откроются в силу того, что не смогут соблюсти все условия с безопасностью. Ведь предъявляются сегодня требования не только с точки зрения Роспотребнадзора, ПОШ-надзора, но есть требования кадровой ситуации. То есть какой должен быть вожатый, каким он компетенциями должен обладать. Ледоход на реках по морю ожидается в конце апреля, первой половине мая. Это позже на 5-10 дней, чем в прошлые годы. Сейчас уровни воды в реках остаются пониженными, однако снежные запасы превышают норму на 30%. Вызывает опасения участок Северной Двины в районе Брин-Наволока. Там осенью был затор. Если он повторится весной, то в зону подтопления могут попасть многие населенные пункты. До окончания декларационной кампании осталось немногим более пяти недель. Те, кто в 2016-м продали имущество, получили доход от аренды, а также подарки и вознаграждения, обязаны отчитаться перед налоговой службой. Также декларации о доходах должны предоставить предприниматели, нотариусы и адвокаты. Крайний срок – 2 мая. Жестких временных рамок нет лишь у тех, кто претендует на получение налогового вычета. Они могут обращаться в налоговую в течение всего года. Главной особенностью декларационной кампании этого года является то, что если гражданином в прошлом году получен доход, и налог с этого дохода работодателям не был удержан, то декларацию 3НДФЛ ему сдавать не надо. Налог будет предъявлен в уведомлении по сроку платы 1 декабря этого года и будет уплачиваться вместе с имущественными налогами. Еще никогда городским чиновникам не приходилось оправдываться по такому случаю. В Архангельске на набережной прямо поверх асфальта появился деревянный тротуар, выложенный паркетной доской. Но, как пояснили в администрации города, это никакой не паркет, а обычные мостки. Только доски на них уложены не традиционным способом, а елочкой для красоты. После арктического форума мостовые перекочуют к новым домам на Ленинградском проспекте. Это как приставочная экспонатка. Многие гости города, когда приезжают в город Архангельск, спрашивают и хотят видеть, что из себя представляют деревянные тротуары. Для того, чтобы показать, было принято решение сделать такой небольшой участок тротуарной дорожки, которая, в общем-то, как бы покажет, что она из себя представляет. 15 апреля в детских садах начнется комплектование групп. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Поэтому до 1 апреля родители должны подтвердить или обновить информацию о семье и ребенке. Пакет документов приносите по адресу проспект Троицкий, 64, кабинет 6. При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. В Архангельске сегодня смотр почетных караулов. Всего 15 команд из более чем 10 муниципальных образований области. Юнормейцы проходят 4 испытания. Почетный караул, строевой смотр, сборка, разборка автомата Калашникова, знания отечественной истории. Победители отправятся в Московскую область, в летний военно-исторический лагерь «Бородино». Это патриотическое воспитание, очень полезный конкурс. Многие ребята учатся в кадетских школах, в кадетских классах. Это военная подготовка. Подведены итоги регионального конкурса на право получения из областного бюджета субсидий на строительство новых спортивных объектов. В нем приняли участие 14 муниципальных образований. Победителями стали Архангельск, Новодвинск, Коряжма, Вельский, Приморский район. Эти территории разделят между собой 5 миллионов рублей. Таков размер бюджетной субсидии на возведение спортплощадок в 2017 году. В Архангельск приходит Европейская весна. 12-й международный музыкально-театральный фестиваль стартует сегодня в Центре Патриот. Артисты Питерского театра покажут танго «Опера Мария де Буэнос-Айрес». В фестивале также примут участие музыкальные коллективы из Франции. Одним из главных событий станет спектакль известного режиссера Максима Диденко «Конармия». Наш каждый фестиваль – это совершенно отдельный проект. И каждый год они очень отличаются друг от друга. Например, в этом году у нас есть программа, в которой могут принять участие и дети. Это 19 апреля театр «Семья Нюки» со спектаклем «Семья Нюки Экспресс». Туда мы приглашаем всех – родителей, детей, молодежь. Завтра в Архангельске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью и днем до 4 градусов тепла. Тип погоды второй – благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова